всем привет с вами канал байки о байках мы снова в мастерской байкин нас приветствует александр привет валентин и сегодня наш разговор пойдет о замене передних звезд саш наш подписчик егор просит не могли бы вы снять видео о полной замене передних звезд поможем человеку да давай поможем как раз вот сейчас мы видим велосипед системой с несъемными звездами потому что звезды наклепаны на шатун и меняется все это разом и целиком поехали поехали когда вы меняете систему очень важно открутить педали в тот момент пока система находится еще на велосипеде и так снимаем педали правая педаль правая резьба то есть откручиваем против часовой стрелки меняем положение на более удобное понятно откручиваем против часовой стрелки откручиваем это 15 ключом все мы сняли педаль с левой стороны у нас левая резьба она же обратная ну непривычная нам соответственно мы откручиваем ее по часовой стрелки с другую сторону другую вот мы ее сорвали соответственно откручиваем открутили для начала нужно понимать как снять эту систему что мы видим мы видим шестигранник в нашем случае на 8 да что мы можем еще увидеть мы можем увидеть пластиковую заглушку можем увидеть хромированную можем увидеть черную и важно обратить внимание вот здесь вот можно тоже увидеть форму шестигранника но это не по шестигранник это пластиковая заглушка после снятия пластиковой заглушки мы можем увидеть болт либо гайку вот сути не меняет оба одинакового размера 14 миллиметров и 14 миллиметров и наша задача это открутить. Но мы будем работать вот с этим материалом. У нас здесь шестигранник на 8. То есть у нас либо пластиковые заглушки и под ними болт, либо гайка, либо уже открытый болт, который подключит шестигранник. Да, все верно. Теперь откручиваем. Затяжка у нас достаточно сильная. Мы ее страгиваем, а далее она легко выкручивается. Выкрутили, убираем в сторону. Что мы видим? Мы видим резьбу в шатуне и вал каретки. Он немного конусный, он расширяется и у нас шатун сильно напрессован на этот квадрат. Наша задача шатун выжить с каретки. Будем мы использовать инструмент для выжимки шатунов. Для начала нужно утопить. Вот здесь хорошо видно, как он работает. То есть он вкручивается и выдавливает, ну выходит. Наша задача его сначала поставить на уровень. Далее мы вкручиваем от руки, насколько мы это можем. Аккуратно по резьбе. Аккуратно, это очень важно. То есть от руки, насколько мы это можем. Соответственно, закрутили, далее берем ключ. Ну, у каждых выжимок свой ключ. Мы берем ключ на 15, это в нашем случае. Соответственно, затягиваем сильнее. Все. То есть надо затянуть как можно глубже. Да. До конца резьбы. Да. Если этого не сделать, можно просто выжать ключ вместе с резьбой. Ну, собственно, сорвать резьбу в шатуне. Да. Далее мы прикручиваем выжимную часть вплотную от руки также. Все. У нас на местах. И снова ключ на 15. Далее у нас идет процесс выжимания шатуна. То есть усилие здесь достаточно сильное. И нужно это делать аккуратно. Соответственно, когда усилие будет слабым, вы это ощутите, вы еще ощутите люфт шатуна. То есть, в принципе, он уже выпрессовался с вала. Да. Соответственно, можно дальше докрутить рукой и снять его. Итак, вот мы, собственно, и сняли систему с велосипеда. Нам осталось выкрутить выжимку из системы. Мы ее страгиваем и выкручиваем рукой. Все. Шатун со звездами у нас снят. Абсолютно такая же процедура с другой стороны. Саш, прежде чем мы будем ставить новую систему на вал каретки, как-то мы что-то здесь подготовим, достаточно просто очистить от песка, от пыли, от грязи. То есть, никаких смазок не надо. Да. Теперь перейдем к процессу установки. Да. Ну, мы эту же систему и установим. Итак, чтобы установить систему, что нам нужно? Ну, для начала одеть цепь на систему. И это удобнее делать на малой звезде. Мы отщелкиваем переключатель на малую звезду. Соответственно, одеваем систему. Ставим, внимание, шатуны друг напротив друга. Потому что, когда у нас квадрат, можно поставить шатуны и в этом положении. И далеко мы не уедем с вами. Ставим друг напротив друга. Берем прижимной болт, восьмой шестигранник и вкручиваем болт в вал каретки. Теперь, очень важно, затяжка здесь должна быть очень сильной. Если не сделать затяжку, то разболтается посадочное место на штоне и у вас будет люфт постоянный. И далее уже сильная затяжка не спасет. Только замена штона спает. А какое усилие должно быть? Около 40, наверное, даже 50 ньютонов. То есть, очень сильно. Ты это прям руками чувствуешь. У меня руки уже откалиброваны. Все за счет опыта. Все за счет опыта. Для наглядности используем динаметрический ключ. У наших механиков руки уже откалиброваны. Но для наглядности на видео мы это сделаем. Итак, вот у нас 15, 16, 22. Мы это будем перекидывать, чтобы экран смотрел наверх. 24, 20, 36, 37. 44. Саш, на этом, я так понимаю, все. Осталось только вкрутить педали. Да. И важно, да, соблюсти эту левую и правую педаль, поскольку у них разные резьбы. Это отличие можно найти на самой педали, либо на валу. Педали написано, правая это педаль или левая. Лэ, английская. Л. Лэфт. Это лэфт. Рэ это райт. Да, соответственно, райт в правую, лэфт в левую и помнить резьбы. Проще ориентироваться. Вот со стороны звезд у нас обычная резьба. Ну, как будто мы сидим на велосипеде. Справа у нас правая педаль, правая резьба. Слева, соответственно, у нас будет да. Совершенно верно. Ну, на этом кратком уроке английского языка мы закончим, наверное, это видео. Ну что ж, друзья, мы с вами заменили систему. На этом у нас все. Если остались вопросы, пишите их в комментарии. Обязательно на них ответим. Александр, спасибо. И вам, Валентин. Всех благ. Пока. Да, что мы видим? Восьмой шестигранник. Что мы можем увидеть еще? Это пластиковая заглушка, которая снимается руками. Руками снималось бы, если бы у нас был не Валя. Педальный мяус мог сначала снимать. Да. Итак, нам нужно открутить педали. И к нам повернут велосипед правой педалью. Соответственно, мы ее и открутим. Берем, держим велосипед. Крепко держим. И нихуя не откручивается. Значит, меняем положение. Динамометрический ключ. Может, его возьмем? Не надо его брать.